Почти 20 тысяч татарстанцев ищут работу. Это данные Министерства труда и социальной защиты республики. Больше трех тысяч из них – люди с ограниченными физическими возможностями. Зачастую именно состояние здоровья становится причиной отказа в трудоустройстве. Может ли соискатель обжаловать подобное решение? Ответ в рубрике «Правовой ликбез». У Амины и Бниевой два образования. Она юрист и педагог. Но устроиться на работу женщина не может. Работодатели отказывают. Причина – ограниченные физические возможности здоровья. Закончив университет, я захотела устроиться по профессии. Но ответ был один в то время – ты пенсию получаешь? Какая тебе работа? Вы знаете, а сейчас, конечно, еще хуже устроиться на работу. То есть вообще просто никуда не берут. По закону руководители предприятий обязаны выделять рабочие места для людей с ограниченными физическими возможностями. Это не меньше 2% от общего числа сотрудников. Касается этой организации со штатом больше 100 человек. За отказ в предоставлении работы будут наказывать рублем. Если вдруг действительно инвалид обратился и ему отказали в предоставлении работы, либо не предусмотрено это кого-то вообще на предприятие, то в этом случае есть административная ответственность, где руководители несут штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Таким образом, вот такой необоснованный отказ инвалид может обжаловать. По закону работодатель обязан создать не только места, но и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Гарантия по трудоустройству людей с ограниченными физическими возможностями не исключает соблюдение иных требований трудового договора. Нужно учитывать специальность, профессиональную подготовку, а также отсутствие противопоказаний по здоровью. Сам потенциальный работник должен, кроме стандартного набора документов, предоставить медицинскую справку, подтверждающую инвалидность, индивидуальную программу реабилитации. Карина Насрудинова, Александр Решеткин, Вести Татарстан.